В настоящее время небезызвестная фирма Лилиани занимается разработкой бункеров-накопителей, изготовлением, собственно говоря. Дает рекомендации, как их использовать. Мы считаем, что построение в принципе абсолютно правильное, что надо максимально использовать резервы техники, которая работает очень дорогостоящий комбайн у нас, если отечественно от 5 до 7 миллионов, а импортные до 15 миллионов. И работают они всего 200 часов в год. Конечно же, они должны в это время очень интенсивно эксплуатироваться, чтобы окупить себя каким-то образом. Вот в этом случае, так как процесс перевозки случайный, простаивать могут как комбайны, так и автомобили по различным причинам. Это и отказы, и технологические отказы, и физиологические надобности комбайнеру нужно, там, понятно, за собой последить. И все это приводит к тому, что время колеблется, и его надо компенсировать, чтобы потери были минимальными. Поэтому применение бункеров-накопителей абсолютно верная идея, особенно если использовать выгрузку на ходу комбайнов. Сегодня на комбайне работает не один комбайнер, а штурвальный помощник его. Поэтому они могут час-два часа поработать безостановочно, поменяться и опять. То есть комбайн может работать безостановочно, а люди могут отдыхать. Техника так и должна такая техника работать. Поэтому выгрузка на ходу абсолютно верная, потому что, как показывает опыт, на выгрузку зерна из бункеров с остановкой затрачивается до 25-25% сменного времени. Это очень серьезно. Это 25% недоиспользованного производительности комбайнов. Повышение производительности комбайнов при применении бункеров-накопителей от 18% до 25%. Вот если без особой хитрости, если мы еще используем с выгрузкой на ходу комбайнов, это, считайте, еще дополнительно 18% гарантированных. Ну, до одной трети это примерно то, что мы можем получить свободно. Если соблюдать, ну, как говорят, работать за лобой. Автотранспорт увеличивается производительность примерно пропорционально, как и комбайнов. Потому что автомобиль, производительность отвозит то, что производит комбайн. Вот если комбайн произвел больше в тонах, то автомобили отвезли. Другое дело, что иногда здесь удается за счет использования бункеров-накопителей сократить количество автомобилей. Тогда получается, что прирост производительности выше этого показателя. Автомобили примерно за счет того, что используем бункер-накопитель автомобилей, вот сокращается примерно настолько это... Другое дело, мы можем заменить автомобили малой грузоподъемности на большегрузную. За счет этого прирост будет значительно больше. А если использовать один и тот же тип, то это вот примерно 20-25% автомобилей. В крупных хозяйствах и есть в Штатах, есть такие мобильные в Канаде, мобильные комплексы, которые перемещаются с севера. Там весь комплекс, он оборудован, вся техника, накопители, перегружатели, автомобили. И это они заключают с хозяйствами договора и, перемещаясь с юга на север, производят уборку. Накопители применяются достаточно широко во всем мире. Ну, в развитом мире, конечно. Потому что есть в Азии, где еще и сирпком убирают. В ближайшем будущем мы будем иметь порядка 30-40% хозяйства, которые осмыслят это. Это первое. Второе. Увеличение будет, но не стопроцентное. Почему? Потому что могут быть в хозяйствах такие ситуации, когда, либо, как я говорю, либо хозяйство спланировано так, что ток практически в центре. И там расстояние километр. И автомобиль, он практически не на езду, а только на сборку материала. А как только расстояние увеличивается, сразу появляется колеблемость времени оборота существенная. И сразу необходимость компенсации. Это время. Продолжение следует...